Всероссийский спортивный праздник «Лыжня России-2014» прошел в Азбесте. В нем приняли участие более 10 тысяч человек, от детсадовцев до пенсионеров. Самые массовые забеги «Лыжни России» состоялись на базе «Бодрость». Любители и профессионалы лыжного спорта собрались на базе «Бодрость», чтобы воскресным утром выйти на старт и провести этот день с пользой для здоровья. Сегодня здесь проходит этап всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» по городу Азбесту. Планируют, что лыжная гонка будет проходить 1-2 числа, но морозы у нас перенесли, перенос сделали на 8-9 число, хотя в Тагиле основная финальная гонка прошла 8 числа. А декада у нас закончилась сегодня, с 1-9 числа была декада лыжного спорта. Уже порядка 4-х лет она существует, эта декада не так, что массово мы все приходим в одно место. Всю неделю люди могут в разных местах стартовать. Школьники на своих стадионах, взрослые собираются в больнице, на стадионе там еще разные. АТИ у себя там стартует, Урал-Азбест стартует на разливе. Вообще приняло участие у нас в соревнованиях по Азбесту порядка 11 тысяч человек в этом году. Чуть-чуть не добрали мы по сравнению с прошлым годом цифру, но это связано с такими экстремальными морозами, каких не было у нас. Ну а сегодня то же самое испугал народ морозов, но те, кто морозы не испугался, все здесь, порядка 150 человек, стартуют на разных дистанциях. Особое настроение празднику придавало то, что он проходит накануне открытия Олимпийских игр в Сочи. Мэр города Владимир Суслопаров на параде открытия сказал слова напутствия всем участникам, а также передал подарок самому юному участнику гонки – шапочку из Сочи. И российская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2014», посвященная 22-м зимним Олимпийским играм, объявляется открытой! Вместе с главой «Быстрой лыжни» хорошего хода участникам соревнований пожелал депутат Законодательного собрания Свердловской области Михаил Зубарев. Сегодня по всей России тысячи людей оденут лыжи и побегут в марафон. Где-то через полтора часа лидер ЛДП Владимир Жайновский тоже оденет лыжи и в московских химках возглавит марафон лыжников города Москва. Это хорошее мероприятие. Люди, которые в нем участвуют, они уже победители, потому как в 25-ти градусный мороз люди встают, одевают лыжи и бегут в марафон. Люди уберут здоровую жизнь, они уже победители. Поэтому это мероприятие, оно важно, это как и кросс-нации, это как и лыжня России. Это массовый спорт, это приобщение людей к спорту, это здоровье, здоровье жизни. Вместе с горожанами на лыжню выходит и глава Азбеста Владимир Суслопаров. Победителем не становится, он занимает четвертое место. Тем не менее, результатом мэр остается доволен. Сегодня всероссийская лыжная гонка, лыжня России. Отрадно, что она проходит в честь Олимпиады. Сегодня морозно, но тем не менее, лыжники вышли, те, кто любит спорт лыжный, они здесь. Главное – это участие и здоровый образ жизни. Этого мы достигли. Болеем за наших олимпийцев и сами бежим. Настроение у всех хорошее, несмотря на морозец. Я вот сам лично пробежал ВИП-забег, сегодня был четвертым, но я не расстраиваюсь. Главное, еще раз говорю, это поддерживать хорошее настроение и заниматься физкультурой и спортом для здоровья. Для спортсменов-любителей, участвующих в массовом забеге, дистанция составляет 3 километра. И на ней, как говорят участники, есть свои трудности. Но для большинства спортсменов главное не победа, а участие. На финише всем участникам гонки вручали флажки с символикой лыжни России 2014. Выбежалось так-то легко, ну вот холод ощущался. Вот руки отморозят до ноги сейчас. Мерзнут вот так хорошо. Ходрит? Да. Аж заново родился. Если долго не тренируешься, тяжело, конечно, ехать, а так хорошо. Трасса понравилась. Все отлично. Настроение классное. Несколько раз упал из-за усталости. Холодно? Ну, в общем, понравилось. Последними на старт вышли подготовленные спортсмены. Их дистанция не только самая большая – 5 километров, но и сложная. В конце праздничного мероприятия все победители получили призы и грамоты. Юлия Рушенцева, Тимофей Хлебников, Новости АТВ. Юлия Рушенцева, Тимофей Хлебников, Новости АТВ.